Работяги наши вчера работали, я не знаю, до 12 ночи, наверное, пока асфальт весь не затоптали. При одной лампочке тут ночью работали. Вот под зиму нам новый асфальт. Девочки, покупки из пятерочки. Сегодня пенсию дали на день раньше, потому что сегодня пятница 13-я. Ну, зашла пятерочка. Сейчас я вам покажу, что купила и скажу вам цены. Самое главное, я купила себе кофе. У меня кофе закончилось. И увидела вот паулинг кофе. Я такой ни разу не брала. Якобы с ореховым ароматом. Но такая цена была прям вот, ну, нельзя было не купить. 160 рублей по скидке. Написано, что кофе приготовили изготовитель Финляндии. Паулинг. Так, купила пасту. Нравятся вот такие рожки интересные. Изготовитель Макфы. Гранд паста. Так, и эта Макфа стоит 70 рублей. Купила два мороженых. Дима сегодня с ночевой на выходной к нам. Вот это мороженое Сампо у нас стоит 35 рублей. Так, дальше что у нас? Вафли зала Ёшкина. Чему вафли? Написано вафли, что ли? Вафли глазированные с орешками. Все правильно. 45 рублей. Вот такие вот, как пироженки там по одному. Сейчас же придет что-нибудь сладенькое ему надо. Так, зефир в шоколаде взяла. Прям по акции. 50 рублей. Так, здесь, я так понимаю, 6 штучек. Вот такой шарлиз. Горох колотый взяла. В этот раз такую кашу изумительную сварила. Блендером разбила. Она прям такая, прям прелесть. Горох колотый. 30 рублей 29 копеек. Рис взяла селяночка. Ни раз какой не брала. Но цена понравилась. 66 рублей. Он пропаренный, длиннозорный. А то что-то все крупы закончились. Наггетсы с сыром. Ребенку тоже купила. Захочет. 130 рублей. Вот эта упаковочка. Здесь 300 грамм. Готовый продукт. Поджариваю на сковородочке. Так, любительскую колбасу фабрика качества. Вот такую. Мужики мои едят. Нравится им. Поэтому взяла. За этот батончик 265 рублей. С маслом вообще проблемы. Купила масло. 82,5. Станция молочная. Масло традиционное. Вот такое вот. Стоит. Я скажу. 100 рублей. А Пестровская 82,5. Стоит 150 рублей. Интересно, какой из них получше будет. По вкусу. Масло оливковое. Первый отжим. 500 миллилитров по скидке. 300 рублей. Вот такая вот бутылочка. Сейчас я вам скажу, кто изготовил. Нерафинированный. Экстра-верджин. Рождественного с Испанией. Изготовитель. Испания. Идеал. 300 рублей, да. Купила вот такой вот изюмчик. Небольшую пачечку на сырнике. Для сырничков. 40 рублей. Ну и две игрушки дали, как всегда. Не знаю, кому они нужны. Нет. Кто собирает. Дим наш уже перерос. Сейчас я вам покажу. Получила я мелкий пакет. Который шел пешком из Китая. Мы уже распрощались с ними. Потому что не отслеживалось. И прошли все сроки. И я, короче, пропустила сроки открыть спор. В общем, какие-то стопорки. Саша пришли стопорки. Вот такие ему нужны для рыбалки. Не знаю, что за стопорки. Нужны ли они ему. Что-то легкая какая-то фигня. Вот такая легкая фигня. Стоила там тоже копейки. Но вот пришли. А поплавки вместе с ними же заказывали. Поплавки еще идут. Так что вот, Иваныч, тебе стопорки. Не знаю, нужны они тебе. Не нужны. Может, что-то стоящее дома. За копейки. Ну вот, сегодня мелкий пакет. Выставила такую очередь, чтобы получить этот мелкий пакет. Овощи переработали. Правда, не все. Которые смогли. И вот едем сейчас за Димой. Повезем его. У нас сегодня, сколько, Саша, сказал? 27 градусов, не поверите. Лето пришло. Но, говорит, Саша, говорит, недодолго. К выходным будет уже 13. Такое бабье лето. Хочу сказать, значит. Говорит, ой, Дима, это что такое? У тебя такой кариес на постоянном зубике. Уже ужас. У тебя еще вся жизнь впереди. Я говорю, ну, у вас есть время, говорю, если есть время полечить. У нас, говорю, целый час до секции. Она говорит, конечно, полечу. Но без анестезии, потому что кариес неглубокий. Она говорит, я без анестезии ему попробую полечить. Ну, он там немножечко, конечно, это, мурлыкал, сидел. Все-таки неприятно, больно. Зубная боль. Все, наверное, боятся. Думаю, ну, тыщенку с меня сейчас возьмут. Ладно, мне пенсию перечислили сегодня. А там бы я не смогла заплатить. Две 550 взяли мне за кариес, за этот, за детский зуб. Я вообще в шоке. Сели в машину, я деда говорю, вот на мои 900, вот так, если бы я одна жила, какой ремонт зубов может быть? Тут не то, что коммуналку заплатить, да, еще что-то купить, покушать. Как мне там ответили девочки, то, что вот я говорю, скучаю я по прошлому времени. Пусть хоть там колбаса была по талонам, но все равно жизнь другая была. А мне в комментариях написали мои подписчики, которые смотрят мои видео. Женщина одна пишет, а мне вот сейчас хорошо, потому что в магазинах все есть, можно купить. Я согласна с вами, в магазинах есть все. Все, благодаря вот пенсии моего мужа, мы еще что-то можем вот пойти купить. А я бы вот одна на 900, девчонки, я просто слюнями давилась бы в магазине, прям сразу там до смерти. Или не ходила бы в магазин. И зубы бы не ремонтировала, ничего бы, наверное, не делала. Только, наверное, коммуналку оплачивала. Ну вот. И хлебушка покупала, не знаю, молоко бы хватало, нет. И я не представляю, вот кто вот женщины с минимальной пенсией вообще, как живут и выживают. Грустно все это. Сейчас вот с мужем разговариваем, говорю, в свое время воду лили сколько хотели. Газы жгли, даже не думали об этом, сколько мы его нажгли. Там тоже человек и газ-то был, тоже прям, мы не замечали. Коммуналку оплачивали, не замечая, честно говорю. Даже когда Саша не работала на севере, мы не замечали, эту коммуналку оплачивали. Она не била так по карману. Ни квартплата, ни газ, вот это вот все. Сейчас, смотрите, сколько всего раздули. В ДГО разделили газ, мусор приплели. Теперь еще страховку какую-то хотят включить в квартплату. Ну это ужас какой-то. За антенну плати отдельно. За телефон мало того, что у меня дом стационарный, развелось еще других телефонов кучи. Вы понимаете, вот в чем разница-то раньше? Был у нас домашний телефон, мы за него платили. Я понимаю, сейчас без этого, без сотого телефона мы уже и жизни себе не представляем. Но все равно говорю, вот эти вот все растет, вот мы обрастаем, обрастаем. Я вот сажусь коммуналку платить, я веду амбарную книгу. Я туда все записываю, потому что это в голове уже невыносимо все держать. Раньше знали, там квартплата, газ, свет, все. Сейчас вода отдельно, мусор отдельно, ВДГО отдельно, газ отдельно. Что там у нас еще? Капремонт. Капремонт еще откуда-то приплелся. И свет все нам обещали. Знаете как, говорит, давайте поменяем счетчики на электронные, будете меньше платить. Ага, ага, меньше. Наоборот, я в два раза больше стала платить. В общем, я не знаю. Тяжко жить как-то. Не то, что тяжко жить, а вот нет уверенности в завтрашнем дне. Поехали в Черкассы. Поехали в Черкассы. Марину, жди, мы едем. Марину, жди. Продолжение следует...